МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадою компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнаценко, глядите у гэтым выпуску. Крыху больше за месяц до европейских гульняв. Мы познайомились с теми, хто представить регион на континентальном форуме. Допомогче инспекторам, у регионе стартовало профилактичное мероприемство «Контроль. Дарожный знак». Зарничка у Жлобинским районе. Сёня у рамках Дня пионерской дружбы прайшоу областный этап республиканской спортивно-патриотичной гульни. 40 команд спяти краин. У Гомель протягивают саботали чемпионату Европы по гульни «Что декали» и Кубка Европы по интеллектуальных гульнях. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. Крыху больше за месяц застаётся до старту других европейских гульняв. Масштабный спортивный форум «Беларусь» приме с 21 по 30 червеня. Але першые спортсмены и удельники делегации приедут в нашу краину уже на початку наступного месяца. До их приема уже практически усё готово. Падея саправды имиджевая для краины. И от того, як усё будет организовано, от бытовых пытаннёв до якости проведения мультикультурного форума, залежит, какое уражение складеться и про Беларусь у целым. Усе детали подрыхтовки до континентальных споборництва у керавник державы контролюя особиста. Сёння Александр Лукашенко наведал вёску спортсменов у Минску. Минавіта яна подчас масштабного форуму станет штаб-кватерой для атлетов, керавников делегации и менеджеров. Тут яны будуть жить, тренироваться, у выпадку необходимости отримливать своечасовую медицинскую допомогу. Гэтый комплекс ясче называют студентской вёской. Напереды неподрыхтовочих мероприемствов и проведения других европейских гульняв усе студенты забеспечены местами у інших интернатах. А гэтые перабсталяваны под гостиницы. Их девять, яны целком готовы до сустречи гостей спортивного форуму. По завершении споборництва тут будуть проживать 10 тысяч студентов. То, что мы провели выборочный косметический ремонт, фасады все покрасили, докупили кое-какую мебель, всё это не пропадёт даром, это всё будет использоваться в период проживания студентов. Я сказал о том, что мы прирастём численно, в том числе в городе Минске у нас тогда обеспеченность будет 93,5%. В Гродненской области в результате строительства тех общежитий 98,3%. И в целом по республике мы выйдем на 96,5%. Для сравнения, могу сказать, по республике сейчас высшее учебное заведение 84,7%. Я думал, гораздо... Профтех, УССО так. Ну, понятно, что... 97% обеспеченность – это чудо. Понятно, что не все одинаковые учреждения образованы. Например, у университета физической культуры всего лишь на сегодняшний момент 56,9% обеспеченность местами. Поэтому будем подтягивать. Всё это мы будем делать, будем разрабатывать места в общежитии и прочее. Надо подумать, каким образом, не перенапрягая людей, не одевая там кандалы на них. Но мы же всё планируем, так как и в других странах. Сколько врачей, сколько инженеров разных профилей. А на производстве и поликлиниках, больницах и в школах учителей недополучаем. Поэтому нам надо подумать. Столько денег вкладываем, такие траты огромные. А люди работают где попало. Спортсмены и делегации других европейских гульнив почнут заселяться с 15-го червеня. Подрихтованы амаль 7 тысяч местцев. Тут будут проживать 50 команд. Самая шматленькая команда России разместится побачь с нашей сборной. У распорядженни кожной команды блок керавника делегации, офис, необходная колькасть жилых покоев, медицинских блоков. У выход на территорию обмежаваны. Трапить увёзку спортсменов можно только при наявности аккредитации. Керавник державы агледзеу и пункт харчаванни спортсменов. Одночасово тут могут разместиться 2000 человек. На обслуговании объекта, який будет працаваць 24 годины, заденничаны коля 650 супрацовников и половозь их кухары. Кожный день спортивным делегациям будет пропонована як минимум 250 розных страв, прыхатаванных с беларуских продуктов. И после других европейских гульнях усе объекты на территории будут заденничаны. Этот пункт харчаванни переобсталюет в универсальную спортзалу. Подрыхтовка доголовного континентального форума набирает обороты не только у организаторов, но и у спортсменов. Наши корреспонденты познайомились с теми, кто будет представлять Гомельскую область на Европеаде. Подробностей в наступном сюжете. Гомельская область на других европейских гульнях будет представлена у шмат яких видах. Задача одна – отримать медали. Особливо у таких видах спорта, где будут разыгрываться лицензии на олимпийские гульни. У приватности размова об вольной боротьбе. Это важное соревнование, потому что это проходит, во-первых, у нас дома. Хочется показать максимальный результат, достойно выступить. Сейчас, даже если брать чисто Европу, то все девочки на хорошем уровне. Мы друг друга уже знаем. Сейчас уже, как мы говорим в своем окружении спортивном, нет проходных. Сейчас со всеми нужно бороться, и все борются на равных. До речи, Мария Мамашуку дельничала и на первых европейских гульнях в 2015 году. Тогда она заняла третье место. В этот раз махчимость додать медаль у особистую скарбонку у знагорода есть и у хомельчанки Виолетты Чирык. Для АЕХ это первые европейские гульни. Европейские игры, для нас в Беларуси, как они проходят, то это большая, конечно же, ответственность, потому что ты будешь выступать в своей стране. Ты должен, грубо говоря, у тебя должно быть много медалей, я считаю, во всех видах спорта. Мне кажется, надо будет приложить все усилия, все силы, чтобы как-то взять эту медаль. Понятно, что конкуренция, будет очень много людей, но а что делать, как говорится? Бороться надо со всеми уметь и, конечно, завоевывать медали. Девчаты означают, что конкуренция на головном континентальном першинстве будет высокая, но перемогать треба у всех. Девчаты и их тренер Сергей Смаль лечат. Медали на Европеаде будут. У нас у каждой спортсменки шансы очень велики, ну, тем более, как сказать, вели то после операции, то сейчас будем смотреть, как будет после турнира, на турнире в Киеве. Шансы высокие, я думаю, медали должны быть. Подготовка не закончена, еще впереди два заключительных сбора, так что будет видно после первого сбора уже, в какой готовности, потому что последний сбор – это уже где-то доводка к соревнованиям. На других европейских гульнях разыграют 18 комплектов узнагород, угрыкарымской и вольной борозбе. С поборництвы сберут амаль 300 атлетов. Вероника Гамзюкова, Александр Лупиненко, Павел Антонов, телерадио «Компания Гомель». Беларусь памятая, родные особы Перамоги. Марафон под такой назвой запустил Белорусский Республиканский Союз молоди. Его выником станет створение одноименного национального альбома памяти с фотосдымками прадедов и дядов, вызволителям и Пераможцов. Одобрение своей инициативы активисты БРСМ отримали у Александра Лукашенке 9 мая подчас врачистого мероприемства «Ля монумента Перамоги у Минску». Молодежная экспедиция по сбору фотографий и истории их героев пройдет в мае лепени дорогами вызволения родной краины. Для этого будут задейничаны брендованы логотипами акции «Беларусь памятая» – микроавтобус. У им разместится операционная лаборатория, обсталеванная компьютером, сканером, кольоровым принтером. Фотосдымки будут сбирать на припыночных походе марафона пунктах. Тут же фотосдымки плануется сканировать и стилизовать для размещения у альбома памяти. 17 мая именно в городе Камарин будет торжественный дан старт этой акции, в рамках которой любой желающий может принести фотографию своего родственника, который принимал участие в Великой Отечественной войне, с краткой биографией. Мы ее будем собирать, аккумулировать. Потом на конкурсной основе мы определим самые красочные и самые, наверное, запоминающиеся истории, которые попадут на страницы этого альбома. В каждой области будет выделено порядка 20 страниц. Это, конечно же, немного, с учетом того, сколько героев и знаменательных историй есть на территории нашего региона. Но также к этому альбому будет подкреплен диск, на котором будет вся информация, абсолютно. То есть вся информация, которая была собрана, будет там. Ну а самые лучшие истории уже будут нанесены на эти страницы. А кроме того, любой беларус может принять удел у альбом национальном проекте «Беларусь памятая». Для этого треба разместить у социальных сетках историю об военном шляху своих близких, позначивши пост хэштегом «Беларусь помнит». Акция протягнется до Дня незалежности. Сегодня в рамках Дня пионерской дружбы в Жлобинском районе прошел областный этап республиканской спортивно-патриотичной гульни «Зарничка». И а яудельниками стали каля 250 школьников во взросе от 7 до 10 годов. Однако только с поборницами программа на этот раз не обмежавалась. Олег Синцеров с подрабязностями. «Беларусь памятая» подчас оккупации Жлобинского района. Нацисты створили тут концлагерь для детей, смытые от романия криви для пораненных солдат. За период основания лагеря у им загинули каля 2000 детей и подлетков. Многие из этих были ровесниками удельников мероприемства. «Беларусь будет памятать» калеб истории краины будут памятать не только дорослым. Сегодня мы находимся на героической земле, палитой кровью ваших сверстников. Это историческое место, где взрослые участники, дети войны смогли сделать все для того, чтобы помнили таких же, как вы, отдавших свои жизни вот здесь, на этом месте. Подчас наведывания мемориала у дейники Дня пионерской дружбы сяшкостью стремлюсь слезы. Гэти день им явно запомнится на все житё. У дальнейшей программе удел в областном этапе республиканской спортивно-патриотичной гульни «Зарничка» в Беларуси ее дородили два года тому. Игра «Зарничка» поможет в ребенке воспитать истинное чувство патриотизма, гордости к родине и, самое главное, это, наверное, готовность защищать свою родину в случае необходимости. Конкурсы «Зарнички» – один из этих команд Беларуси, хоть при этом допускаются некоторые изменения. Так, у жлобини за дождливого надвора гульню пришлось провести у помешкальни. В связи с этим отменили кидание в учебные гранаты и пошук на местовости сокретного пакета. Однако андреналину и так хапило. Об относенных команд до «Зарнички» можно мерковать по таким факте. Практично все удельники приехали в Ушлобин в форме разных родов войск, от внутренних до пограничной службы. Это для дорослых «Зарничка» – детячая гульня. Для самих детей тут все по-соправному. Коли есть мета, и ее необходимо достигнуть. Очень старательно репетировали, готовились. Но нам было очень трудно завоевать первое место в городе. Потому что тут было 14 школ, и из этих мы заняли первое место. Очень сложно было. Олег Семчаров, Юрген Матейенко, телерадио «Компания Гомель», Жлобинский район. У областной библиотецы имя Ленина пройшла встреча с ветеранами Великой Альчинной войны. Под час мероприемства яны примали в Веншаванне и вспоминали падеи военных годов. А кроме этого гости из сябры библиотеки имя Ленина читали военную поэзию. Мы пригласили в нашу библиотеку наших замечательных друзей, ветеранов Великой Отечественной войны. Олега Назаровича Плиндова, Бориса Геннадьевича Бейлина, Геннадия Алексеевича Ломоносенко и Алексея Ивановича Плиндова на литературно-музыкальный вечер, посвященный Великому празднику. В год 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. И каждый из нас ныне живущих благодарен людям, добывшим для нас эту великую победу, благодарен за то, что у нас есть настоящее, за то, что у наших детей есть будущее, за то, что будущее есть в нашей прекрасной стране Белоруссии. До речи, с 2 мая у фойе библиотеки працует выстава «И памятая свет выратованы», присвященная 75-ти годзю вызволения Белоруссии от фашистских захопников. На особном стеллаже представлена литература про военную Гомельщину. Выстава будет працовать до 10 мая. До инших тем. У регионе стартовало профилактическое мероприемство «Контроль. Дорожный знак». И оно протягнется до 10 червеня. На протягу месяца Держаутоинспекция проверить, как на дорогах в области установлены дорожные знаки, у темлику часовые. Головная мета – высветлить, на кольки их размещение, отповедая потребованиям дейючих нормативно-правовых актов. В связи с этим Держаутоинспекция звертается до всех граждан с просьбой поведомлять об старых знаках, которые нужно заменить. Если есть за уваги, необходимо поведомить про это управление ДАИ УЗ Гомельского обл. Канкама. По-то и видеоматериалы присылать на электронную почту с указанием конкретного места находжения недохопов. Курение стало причиной пожара у интернации. Прошлося эвакуировать людей. Поведомление об узгорании поступило в службу выратывания на передадник оля 5 вечера. Супрацовники МНС с подпаленного покоя выратывали двоих женщин и двоих мужчин. После огляду бригадой медиков допомога спотребилася одной из выратыванных. Потерпелую шпитализовали. Огонь по шкодзе у речи у некольких покоях. Основная версия пожара – неосторожное выходжение за огнем при куренне. Студенты с 5 стран представят свои распроцовки на 11-м международном чемпионате стартап-проектов «Молодь и предпринимательство». Он пройдет 13-14 мая в Гомеле. Форум изберет студентскую молодь из Беларуси, России, Украины, Казахстана и Грузии. Для презентации своих проектов каля 170 хлопцев и девочек с 30 установ адукации и культуры объединяются у 58 стартап-команд. Шемпионат молодь и предпринимательства «Пляцовка», где молодь с активной житевой позицией может презентовать себе и свою деятельность с метой працевладкования, пошуку инвестора для проектов. Их потенциал оценят представники бизнес-супольности, бизнесмены, инвесторы, керовники предпринимательства, кадровые работники, предприниматели, которые заинтересованы в протяжении профессионалов и пошуку новых идей для развития бизнеса. Уважение жюри, участники предлагают уже реализованные студентские проекты, а также свежие бизнес-идеи. Презентации стартап-проектов будут поделены по тематичных лигах. Так, у особенных руководителей выделены такие сферы, как гандаль, громадское харчевание, послуги и туризм. Другая лига объединяет адукационные, социальные, экологичные и IT-идеи. У третью увойдутся проекты по вытворчасти энергетики. Лепшие проекты каждой лиги будут удельничать в финале, по выниках якого вызначатся уладальники первого, другого и третьего месяца в МИП-чемпионату. Подчас мероприемства пройдет встреча с бизнесменами из Молдовы. Семинар по обмене опытом развития и поддержка молодежного предпринимательства в установах адукации. МИП-чемпионат накерованный на саденничание развития молодежного предпринимательства, удосконаление в зрою подрыхтовки будущих керовников и специалистов, створение умов для всебокового развития социально активного молодого поколения. 11-й международный чемпионат стартап-проекта у молодых предпринимательства проводится в рамках Гомельского экономического форума и реализации государственной программы «Малое и среднее предпринимательство» в Республике Беларусь при поддержке Гомельского облыва конкама. По традиции он проходит на пляцовках Беларусского гандлево-экономичного университета с поживецкой кооперацией, где с 13 по 17 мая отбудется Международный тыдень молодежного предпринимательства. У Гомели протягиваются баталии чемпионату Европы по гульни «Что деколи» и Кубка Европы по интеллектуальных гульнях сярут школьников. В делу с поборництвя принимают 40 команд с 5 краин. Сегодня в программе континентального чемпионата две дисциплины – своя гульня и «Что деколи». Завтра в заключенный день у дельники будут выявлять мощнейших у самой видовищной гульни – брейн-рынгу. После чего отбудется узнагороджение переможцев и призеров. Трапить у призы будет непросто. Чемпионы Украины, команда «Качан» и не «Качан» за 10-других год на чемпионате Европы у Гомели. В опыт допомогает справляться со складанными пытаниями. Тур Климович в этот раз был лучше. Это точно могу сказать. С вопросом этого автора мы вообще первый раз играем. Это сложновато. Ну а так мы играем лучше, чем в прошлый раз. Намного. Зорный час услед за Марой. Сегодня у Гомели урочисто завершился доброчинный проект для особливых детей. Кличник в мероприемствах, что протягивались целый месяц, поставил святочный концерт. Зорный час наступил для всех удельников проекта. Яны долго рыхтовалися. Репетиции, майстры-классы, индивидуальные занятки, подбор в образы стилистами, визажистами и парикмахерами. Кожное выступление пропрацовывалось до дробязев. Бу навод простый выход на сцену для кожного зудельников был соправдной Марой. Для многих – заповедной. Я очень благодарна, что выполнил вот такой вот шанс. Я никогда в жизни не подумала бы, что когда мне исполнится 12 лет, я буду выступать на сцене, мне будут наводить прически, мне будут макияж делать. Многие об этом мечтают, а мне вот такой вот сюрприз. Точно так же, как и с рождением моего брата спустя 12 лет. У концерта свыше 30 номеров. Дети танцевали, спевали, читали верши, показывали свои сдольности у пантомиме и клоунаде. Дефилировали, як модели на подыуме. Рабили яны все, гэта так упевнено, что сдавалось, а хваляванию места не было. Только осало до отзорного часу. Я слышу танцевать, тишина, сквозь темпату звучит труда. Она на ветер в тюрьме, и танец умный дима. Следу святого колдовства танцует барьерина. Безумовно, проект отрымался. Реализованный при поддержке Итальянской доброчинной ассоциации «Генуа для Чарнобиля», он принес незабывные уражения детям, их батькам, да и в уголе усім, кто працавал у одной команде над деснением марау. Гэты, а так само иншые новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресе www.tvrgomil.by Нахэтым выпуск завершенный. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры.